Счетная палата России провела аудиторскую проверку федерального ведомства, отвечающего за погоду. Оказалось, цены на прогнозы в Росгидрометеоцентре выросли вдвое и составили в 2015 году почти 12,5 миллиардов рублей. При этом четкого разъяснения, куда и на что уходят средства, служба предоставить не смогла. Наш корреспондент Александр Куршев поинтересовался, как обстоят дела у новосибирских метеорологов. В ближайшее время на модернизацию Западно-Сибирское управление по контролю за погодой потратят больше полумиллиарда рублей. Сумма впечатляющая. К примеру, косметика стен, стеклопакеты и двери для новосибирского гидромета обойдутся федеральному бюджету в 22 миллиона. Это как минимум 10% от этой суммы опять уйдет непонятно куда. Понятно, было бы лучше и удобнее построить новое здание. Сметная стоимость ремонта крыши, только одной крыши, получается где-то в пределах 7 миллионов. 240 миллионов рублей на обновление оборудования для станции. 300 миллионов на зарплату сотрудникам. Несмотря на то, что здесь она в среднем 11 тысяч на человека. И почти 50 миллионов на хознужды. Однако денежная тема для ряда сотрудников здесь явный раздражитель. Я вас прошу сказать, вы позвонили в счетную палату и получили какие-то данные. И какие же вы получили данные? Вот у нас нет никаких материалов по счетной палате. Мы сейчас немножко меняем приоритеты. После аудита в Москве сигнал о проверках дошел и до Новосибирска. Правда, здесь эту функцию взял на себя региональный департамент этого же Росгидромета. Нарушений в трате бюджетных денег не выявлено. Нам показали то самое дорогостоящее оборудование, которое сегодня на вооружении у метеослужбы. Фотометр. Цена 50 тысяч рублей. Но им почти не пользуются. Новый и старый по функционалу одинаковые. Просто скорость разная, определение, да? Точно так. Вводятся какие-то модификации для ускорения этого процесса. Но на результаты, качество это не влияет. Там, то есть, цифры бегают немножко, пока настраиваются. А здесь сразу. А разница в сколько секунд? Ну, наверное, в секунду три, может быть. Три секунды? Ну да. Разница в цене 50 тысяч, а во времени всего три секунды. Или, к примеру, оборудование для анализа воды приобретено за 112 тысяч рублей. Кто и зачем вообще его покупал, в лаборатории сами удивляются. Ставление совершение чем новое. В том плане, что я должна сделать поправку на мутность, на цветность, понимаете? И все эти поправки, как правило, делаются относительно дистиллированной воды. Этот же прибор работает только относительно холостой пробы. Из отечественного в этом оборудовании только русское меню и название. Все разработки и содержимое иностранного производства. Интересно другое. В управлении заверяют, что миллионные затраты на оборудование оправданы прогнозами на 91%. В области же больше доверяют народным приметам. По прогнозам по телевизору, что говорят, нет, не совпадает. Когда оборудование сильно кричат, не хуже так дождем. А будет дождик, если сухо, значит дождик. А если сильная роса, дождя не будет. Здесь на селе погодных примет много. По одним определяют, какой будет урожай, по другим, когда готовится к стихии. Самое главное, те же птицы денег за свои прогнозы не требуют. Александр Куршев, Антон Мамаев. Новости ОТС.